Уже постоянная категория протестующих в нашей стране это медработники. Часто им приходится буквально выбивать у властей даже свои зарплаты. Причем скромные зарплаты. Под всеукраинский пиар медреформы врачи вынуждены искать любые способы, чтобы просто выжить. Продолжит тему Евгения Коваленко. Бесконечное испытание на преданность профессии. Остаются только энтузиасты. Но насколько хватит их терпения? Уже сейчас в Украине катастрофический дефицит врачей. Ежегодно тысячи либо уходят из профессии, либо уезжают на работу за границу, где их труд ценят больше. Лекарь с высшей категорией, с 35-летним стажем, получает 5-700. Это просто слезы. Это смешно. А значит, кто не уезжает за границу, вынужден подрабатывать в свободное от врачебной практики время. Я бегаю еще по договору на паперовую фабрику. Там подрабатывают, потому что иначе мы выжить не можем. К тому же заработанное на стороне врачи вынуждены тратить на основной работе. Это один из самых старых кабинетов. Ремонт здесь не делают десятилетиями. Денег нет. Поэтому врачи, несмотря на мизерные зарплаты, ремонтируют рабочие места за свой же счет. Ведь лечить в таких условиях невозможно. Это был кабинет школьных медсестер, где кроме четырех столов ничего не было. Мы сами сделали ремонт, сами побелили, пофарбовали, сами купили двери за свои деньги. Это центр первичной медико-санитарной помощи в Малине. В прошлом году здесь была одна из самых больших задолженностей по зарплатам врачей. Даже эти ничтожные суммы людям не платили по несколько месяцев. Но в декабре медикам все же отдали старые долги. И врачи боятся, что скоро могут появиться новые. Экономить – это значит или закрывать медзаведение, или увольнять врачей, которых и так не хватает. У нас есть вакансии, которые не заполниваются годами. Нина 25 лет проработала педиатром. Ее зарплата – 3735 гривен. Женщина одна воспитывает двух детей. Говорит, денег не хватает даже на еду. Есть дополнительная работа. Сейчас я работаю в детском саду. Раньше я брала аптеки в ночах. Но это очень важно. Больше я была там, но я не видела своей семьи. Но в Минздраве обещают, уже через два месяца все изменится. Зарплата врачей будет зависеть от количества и возраста их пациентов. Основной тариф – 370 гривен в год. Это плата за пациента от 18 до 39 лет. 740 гривен будут начислять за пациентов старше 65. А самым дорогим будет лечение маленьких детей – 1480 гривен. Ведь именно малыши и пенсионеры больше всего нуждаются во времени и внимании врача. По самому скромному подсчету, если врач будет обслуживать тысячу пациентов среднего возраста, в год сможет получить 370 тысяч гривен. Это больше 30 тысяч гривен в месяц. Но чем больше пациентов, тем больше денег. Вот только не вся сумма пойдет врачу в карман. Распределять финансы должен главврач. Да и больницы приведут на самообеспечение. Платить за коммуналку и медоборудование будут за свой счет. А с материально-технической базой и сейчас беда. Мы как ликовали, как начали, за помощью фонендоскопа, за помощью вымиривания артериального тиска пушетки. И еще дали нам неврологический молочок для устеживания нервничных хворих. Больше у нас на сегодняшний день практически ничего не поменялось. Только на этой неделе в центр закупили новые компьютеры. Но когда их подключат к интернету, неизвестно. Денег на это не осталось. А вот эта лестница ведет в Каменско-Днепровскую районную больницу. Ее можно узнать по огромным трещинам на стенах, старым окнам и полуразваленной крыше. Бинты, марля, скальпель, спирт, йод, перчатки. Все покупают у нас люди за свои деньги. За 36 лет, которые здесь, два раза дали марлю. Иногда пациентов просто нечем оперировать. Тяжело больных нужно везти на обследование в другой город. Старое оборудование очень часто ломается. У нас, допустим, сколько там, полгода не работал рентгенаппарат. Как мы без рентгенаппарата, без стационарного, можем, допустим, ставить диагноз больным? Вот это кабинет рентгенотделения. Техника изношена. Врачи сами удивляются, как она работает до сих пор. Мосрентген, 1986 год. Техника капитально должна ремонтироваться по ГОСТам всем. Или 7,5 лет, или списываться. Сами помещения вы видите. По возможности, своими силами мы пытаемся делать ремонты. Мы пытаемся поддерживать технику в рабочем состоянии. Но делать это постоянно, за свой счет, невозможно. Более того, в этом месяце не всем сотрудникам больницы выплатили зарплаты. За май платить нечем. Денег нет. Мы дежурили, хирурги, круглосуточно это самое. Вот сейчас за дежурство нам не заплатили. Заплатить ли? Вопрос. Сидеть на голую ставку, которая у меня, 400. Круглосуточно здесь. От отпуска до отпуска, а то и в отпуске. Никто не будет. Если деньги не выделят, врачи перестанут ходить на работу. А это значит, что несколько районов останется без медпомощи. Это кардинальные меры. Но другого выхода у медиков нет. Ведь большинство из них и так живет за счет доходов от домашнего хозяйства. Вот такие у нас дороги. Дождь, снег. Кучугури снегу, стропу. Вот такая дорога у нас страшна. Каждый день 8 километров по горам и бездорожью. Это ее дорога на работу. Иванна работает медсестрой в родзале Верховинской больницы. Без выходных. Она одна на все отделение. И за это женщина получает меньше трех тысяч гривен. Да и те, говорит, постоянно задерживают. Делят зарплату на три раза. По 600-700 гривен дают. Может, через месяц. Вот последний раз дали перексию в Великодне. И мы еще зарплату не получали в данный момент. Ее муж тоже работает в больнице. На двоих получает около шести тысяч гривен. Соответственно, зарплату он тоже не получил. А в семье пятеро детей. Чтобы прокормить семью, они работают круглосуточно. После основной работы в больнице сразу на другую работу. Домашнюю. Обойти, надо сдавать, все надо дать. И, конечно, город. Ее надо город обработать. Чтобы тоже что-то иметь. Потому что купить неможливо. За эти копьяки, что нам дают просто на работе. И пока наши врачи выживают на мизерные зарплаты, в соседних странах даже трудоустройство для них упрощать готовы. К примеру, в Польше хотят отменить подтверждение диплома для украинских медиков. Евгения Коваленко, Жанна Дучак, Сергей Бордюжа, Ирина Диченко и Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер.